В выходные сотни северян устремились за город, но не на даче, а в санаторий Беломорья. Там прошел первый фестиваль «Жизнь в стиле эко», ключевой посыл которого – бережные отношения не только к природе, но и к самому себе. Алексей Карельский подробнее. Санаторий Беломорья накануне превратился в площадку для оздоровления не только тела, но и духа вкупе с сознанием. В правильное русло их постарались направить организаторы фестиваля «Жизнь в стиле эко». Вообще я эко-косметолог и развивала направление эко-косметологии. Но оно само по себе не может существовать отдельно от всех других проблем, которые существуют. То есть это и защита окружающей среды, и сохранение природных ресурсов, и сохранение в общем здоровье человека в целом. И поэтому для того, чтобы донести правильную, достоверную информацию для людей, был сделан этот эко-фестиваль. В авангарде фестиваля встали инициативные и деловые представительницы прекрасного пола, участницы сообщества «Про женщин». Очень быстро девчонки отозвались. У каждого были свои задачи. Мы в короткие сроки на самом деле сделали, мне кажется, невозможное то, что мы сейчас видим. И это, конечно, заряжает. В насыщенной программе фестиваля – эко-квесты, прогулки по озеру, своп, то есть обмен вещами для продления их жизни, ярмарка мастеров с изделиями из природных материалов. Их же использовали и на всевозможных мастер-классах. Делали картину там из сухих цветов, очень интересно. Делали бумагу. Дети младшие занимались сбором мусора. Им очень понравился раздельный сбор мусора. Очень тоже им понравилось. «Зеленый» – познавательно-развлекательный формат фестиваля, несмотря на его удаленность от города, привлек внимание более 600 северян. Многие воспользовались бесплатным трансфером, организованным региональным отделением «Единой России». Для партии поддержка такого проекта, в том числе информационная, – еще один шаг к экопросвещению северян. Заложить, наверное, вот эти вот зачатки экологичного поведения – это же не так сложно, но спасает во многом планету. У нас партия принимает участие в проекте «Крышечки на благо». Вроде бы мелочь, мы собираем пластиковые крышки, но помогается в приобретении необходимых для лечения детишек аппаратов. Кстати, единороссы отметились на фестивале и личным примером. Валентина Клешова, например, провела мастер-класс по йоге. Ведь экология в широком смысле касается и внутреннего мира человека. Это очень востребовано, это действительно помогает перегрузить голову, немножко очистить свои мысли, отдохнуть от будней. Ну и это вот час, который только для себя. Полезных часов набралось десяток. Одновременно с тонизирующими мастер-классами проходили игры на свежем воздухе, а также конференция, посвященная экотуризму, правильному питанию и медицине. Много информации, спикеров вообще прекрасных, шикарных. Спикер областного парламента, глава регионального отделения Союза Женщины России Екатерина Прокопьева, одной из первых, поддержавшей идею эко-фестиваля, также отдала должное людям, подарившим северянам этот праздник. Я уверена, что вот те люди, которые сегодня приехали, во-первых, многие открыли для себя Беломорье, наша жемчужина, а во-вторых, восхитились теми людьми, которые живут в Архангельской области и обязательно зарядятся той частичкой энергии, доброты, вдохновения получат, чтобы и свою жизнь изменять. Вот что самое главное в этом фестивале. Организаторы первого фестиваля «Жизнь в стиле эко» не ставили задачу сделать его традиционным, но, судя по отзывам его гостей, выбора у них уже не остается. Алексей Корельский, Денис Линчевский, Регион 29.